Относительно недавно обсудив серию мультфильмов о богатырях, я наткнулся на новую часть с привлекательным по смыслу названием и постером «Конь на троне». Просмотрев ее, я был приятно удивлен преобразованиями и затронутыми темами по сравнению с предыдущими фильмами серии. Если ранее мы отмечали, что герои являются искаженными, не соответствующие своим ролям и задачам, то здесь авторы буквально смеются над своими предыдущими работами, по крайней мере над одним созданным образом, поселив внутрь него настоящий, соответствующий призванию и месту. Интересно, так получилось случайно или же это новый курс? Мультфильм начинается со смысловых сцен, как князь ищет грибы, которые посадили стражи, показывая нам, что из себя представляет он предыдущий, показывая свою летящую сквозь серии историю познания, развития, воплощения, которой, к сожалению, нет. Стража, окружающие люди всегда всему подыгрывали, решали, а он в итоге никак не проявлял себя, не нащупывал достойные пути, не нес груз необходимой ему напряженности, оставаясь на одном несоответствующем ему месте. Наконец, оставшись в лесу одни, они находят потусторонний цветок Бабы-Яги, элемент, граничащий с миром живых и мертвых. Занюхнув эту потустороннюю силу, все принимает истинную форму вещей, в то же время предлагая князю героическое испытание. Уже только это случившееся вселяет потусторонний опыт и реформирует восприятие князя. Далее, князь-конь помещается в трудовые слои крестьянства, жизнь, которую не видел, не чувствовал и игнорировал, как было, например, в истории с Буддой. В целом, этот слой для него выразился в осиротевшей девочке, девочке, которая потеряла не только родителей, но и должное внимание со стороны невежественного владыки. Мне мама в детстве сказки рассказывала. Там князья всегда дураки были. Девочка-сирота может выступать как символ брошенности всего народного слоя, показывая, что он сепарирован от власти. Управители для него скончались, и он вынужден расти без должной коммуникации, без должного отношения. Они оба потеряли знания о друг друге. Конь, а разговаривает как человек. Разве не дива? Отчего и рабочие показаны так, что кроме полежать на кровати, им ничего не нужно. Выходные То есть происходит разрыв с творческой, политической, субъектной жизнью. Может быть, поэтому своих опекунов девочка называет... Противные Кроме девочки, жители настроены к коню-князю враждебно, но предоставляют шанс на исправление. Если в поле завтра не выйдешь, то они или продадут тебя, или вообще на живодерную травят. Приняв свою настоящую форму, князь начинает, наконец, самостоятельно познавать недостающие, а не собирать фальшивые грибы. Чтобы успешно править, ему необходимо знать тех, кем он правит, их занятия и их сложность, дабы не перегнуть указы или не недоуказывать. Здесь важно отметить, что ему важно именно ознакомиться с основными деятельностями, а не полностью в них погружаться, чтобы не забывать или не потерять своей роли. Что он и делает, и через пару дней князь-конь с девочкой сбегают из деревни, попав под дождь. Князь, пробыв какое-то время по ту сторону, а точнее пожив в своем истинном положении, начал приближаться, определяться к своей княжеской роли, показывая это в покрывании, защите собой осиротевшего народного слоя, потому что они также покрывают его и защищают, только с другой стороны. Это отлично показывается в поднятии девочкой-птенца в свое гнездо. Ты же пропадешь без меня! Далее конь-князь встречает пораженное русское войско. Прочувствовав другие части земли русской, он излагает вдохновляющую для богатырей речь, которые способствуют даже природа. Мы видим удивление бойцов, что обычно они слышат голос коня с подобными, но унылыми, смешными или жалкими речами, а сейчас слышат прорезанный голос настоящего князя. А голос? Голос-то князя? Ну хорошо, с конем! С голосом князя! Вернувшегося из преобразовавшего его выхода в лес, к Бабе-Яге, к истине. Так конь-князь, став конем в буквальном смысле, вырос до настоящего князя. Или, по крайней мере, стал его напоминать. Спасибо тебе, князь! Не посрамил нас, и землю русскую. Это мы, конечно, увидим в будущих частях, если они выйдут. Но даже так, разве общая истина мультфильма «Чтобы вырасти, встань на свое место» не заслуживает хорошей оценки? Кроме этого, нам показывают, к чему может привести случайно попавший на роль государя человек из другой сферы, невежественный в делах государства, в его истории, вносящий беспочвенные революционные решения во вкрепленный в территорию город. «Сделаем как в Венеции, не сомневайтесь!» Насаждающий чужую культуру, чужой язык и чужих богов. «И атланты будут, и креативы, и даже Зевса!» В общем, что будет, если тут же подчиниться всем популярным, в основном либерально ориентированным контент-мейкерам и недовольствам интернета? Такое авторское решение очень злободневно. А теперь оцените социальность, смыслонаполнения, мораль и поучение этой серии с теми, которые мы обсуждали в предыдущем ролике. Это совершенно разные наполненности. Там ее практически не было, здесь же пробелов практически нет. Кроме отходящих от основы сцен с заморским князем и понравившейся ему барышней, можно списать их на издержки жанра. Возникает резонный вопрос. Такое получилось случайно? И дальше ждать очередных искаженных образов, повторяемости сюжетных сплетений и больших бессмысленных сцен? Или авторы взяли новый курс? На строгую историю становления, практически по пропу, на поучительную злободневную мораль и другие пункты, способствующие разностороннему росту юного зрителя? Продолжение следует...